Пятницу 15 марта зал борьбы спорткомплекса с дешор номер 2 Мозорского района буквально искрился от эмоций. А подбадривающие кличи были слышны, кажется, далеко за пределами города и не мудрено. Ведь в тот день проходил традиционный турнир по больной борьбе среди мальчишек и девчонок, которые приобретали бесценный соревновательный опыт. Любые соревнования приносят пользу, так как ребята психологически становятся устойчивые, набираются опыта. На данных соревнованиях участвуют ребята 2012 года и моложе, 120 участников. Для такого турнира количество участников просто поразительно. И, кстати, кроме Мозориан, это представители с дешор номер 2. Спортивные школы БФСО «Динамо» и «Суш», борцы «Речицы» на Ровле приехали в столицу Полесья для проверки своих сил и возможностей. Скажу так, у нас очень замечательный председатель Антоненко Владимир Петрович. Он старается все для района. Открыл нам зал, сделал ковер по факту. Тренажерка новая появилась. Набираем детей. Для на Ровле это новшество. Они первый раз этот вообще вид спорта увидели. Все загорелись. Приходит очень много детей. Пожелав удачи в своем становлении на ровлянской борьбе, перейдем к лауреатам нашего турнира и одному из его вице-чемпионов. Я уже тренируюсь 3,5 года. Моего тренера зовут Евгений Александрович. А захотел я пойти на борьбу, потому что увидел соревнование. В нашем городе прекрасная традиция борьбы в целом. Вольно борьбы в частности. Появляются целые семейные династии. И вашему вниманию представитель одной из них. Я пошел на борьбу, потому что у меня ходил туда папа, дедушка, крестный. Борьба – самый лучший вид спорта. Я стану чемпионом мира. Отец Демьяна Антон Анатольевич – мастер спорта по вольной борьбе. Не сомневаемся, что и Васюк-младший постарается пойти дальше и стать мастером спорта Республики Беларусь международного класса. А то и заслуженным мастером спорта. Впрочем, сейчас мальчику всего 8 лет. Пока его задачи крепны – набираться сил, осваивать технику любимого вида спорта. Такая же задача стоит и перед нашей следующей собеседницей. Мне нравится, потому что борьба, можно защищиться. А я занимаюсь борьбой уже два года. Интересно, что девчонки уже сейчас задумываются о тренерской деятельности. При этом получаю удовольствие и от статуса спортсменки. На этом турнире мне очень нравится, но вообще я хочу стать тренером. Что до победителей из числа воспитанников Мозорской вольной борьбы, то их было свыше 15 человек. Посему отметим из Дюшор БФСО «Динамо» Мирона Куприенко и Егора Капура, из Дюшор профсоюза «ВСОЖ» Анатолия Пескуна и Владимира Крупа, из Дюшор номер два Ярослав Гринцевич и Серафим Клименко. К тому же на областном первенстве выполнили норматив кандидат мастера спорта Никита Жадько и Станислав Линкевич. Чем мы, ребят, и поздравляем. Как и их наставника – старшего тренера отделения вольной борьбы из Дюшор номер два Евгения Саныча Стельмашка. Он был и главным судьей этого уникального состязания первенства Мозорского района по вольной борьбе.